Часто мы составляем списки дел, которые нужно сделать. В них мы выделяем то, что нужно сделать срочно, отмечаем то, что надо сделать важно. Эти списки – хороший инструмент для работы. Они помогают нам двигаться вперед. А есть ли у вас второй список? Список, в котором вы перечислили все дела, которые стоит прекратить делать немедленно. Если нет, то пора прямо сейчас сделать инвентаризацию и выписать все, что отнимает у вас время. Мы привыкли к тому, что всегда нужно идти до конца. Если принял решение, то обязательно нужно его реализовать. Отступают только трусы и неудачники. Но так ли это на самом деле? В моей жизни была ситуация, когда я стоял на распутье. У меня был выбор – продолжать добиваться справедливости, доказывать свое или начать все заново. И я выбрал второй вариант. По сути, отступил. Я не стал доказывать всем, что я прав. Я не стал истощать себя борьбой, которая была навязана мне извне. Не стал искать возможности наказать своих обидчиков. Я просто решил нажать на тормоза. И подумал, а чего хочу именно я? Доказать всем, что я прав, но при этом потерять практически все? Или сохранить семью, близких, друзей и возможность построить нечто гораздо более великое? Это очень важный навык для каждого, кто хочет достичь успеха. Нужно уметь вовремя остановиться. Это решение может даться вам с большим трудом. Именно поэтому многие не останавливаются и несутся под откос на бешеной скорости. Неважно, остановитесь вы сами или вас остановит стена. Остановка произойдет обязательно. Важно то, какие потери при этом будут. В ваших силах минимизировать их. Просто возьмите паузу. Посмотрите в сторону. Дайте себе возможность подумать. И ваш здравый смысл и предыдущий жизненный опыт помогут вам сделать правильный выбор.